Для многих людей любопытно было бы знать те виды тараканов, которые орудуют на их кухнях. Они изучают их повадки, особенности размножения. И у такого любопытства есть только одна причина – стремление выяснить всё о вредителях, чтобы найти наиболее действенный способ избавления от них. Но есть энтузиасты, которые специально разводят в своём жилище тараканов. Кто-то всерьёз увлекается тараканьями бегами, другой кормит этими насекомыми домашних животных, а третий самих тараканов считает любимыми домашними питомцами. В огромном многообразии подотряда тараканов каждый террариумист может найти вид особи себе по душе. Ведь на сегодняшний день учёным известно уже более четырёх с половиной тысяч видов тараканов. И это не предел, так как энтомологи продолжают открывать новые виды. В России и странах ближнего зарубежья встречается чуть больше полусотни видов тараканов. В своём жилище человек с наибольшей вероятностью может увидеть лишь некоторых представителей данной группы насекомых. Наверняка кто-то узнает из этого видео обитателей собственных домов. Рыжий таракан или Блателла Германика. Один со злостью зовёт его пруссаком, а другой вполне миролюбиво кличет Стасиком. Прижился этот вид домашних тараканов в квартирах основательно. В квартирах созданы просто идеальные условия для его процветания. Тепло, круглый год. И всегда есть чем поживиться. Именно это их и привлекает. Чёрный таракан. Ну, по-научному, Блата ориенталис. Этот вид тараканов обитает в подвалах, мусорных баках, канализационных стоках. Они – настоящее бедствие для жителей квартир. Как правило, больше всего страдают от них жильцы нижних этажей. Крупные насекомые наводят ужас. А ведь было время, когда люди верили, что эти не очень приятные существа приносят в дом достаток. Среднеазиатский таракан. Шелфорделла Тартара. Этот вид тараканов обитает на юге России. У него жёлтая голова и более тёмная, бурая или почти чёрная брюшка. Отличительной особенностью данного вида является прыгучесть тараканов и способность совершать небольшие перелёты. Тараканы – великие путешественники. Привычка жить рядом с человеком вынуждает их вместе с ним ездить по миру. Поэтому нет ничего удивительного, когда в украинских или российских постройках вдруг находят приют и благополучно размножаются виды тараканов, более привычные, к примеру, для Америки или Турции. Экзотические домашние тараканы. Люди привыкли считать тараканов вредителями. А ведь какие необычные виды тараканов бывают? Есть специалисты, готовые оценить по достоинству красоту и грациозность особей из данного отряда. В современном мире модно заводить экзотических домашних животных. Кого сейчас удивишь появлением в благоустроенных квартирах змей, игуан или ядовитых пауков? В домашних террариумах некоторые виды тараканов смотрятся изысканно. Вызывают неподдельный интерес у определенной группы населения и давно уже не являются неожиданностью. Луцихарметика субцинкта. Вот этот вот таракашка – выходец из Южной Америки. Мечта истинного любителя насекомых. Они придумали для него нежное прозвище – «автомобильчик». Существо выглядит оригинально. Светлая полоска идет вокруг всего черного тельца таракана. Короткие светлые надкрылья, а у самцов есть еще и ярко-желтые пятнышки на передней спинке. Насекомое уж очень напоминает крошечное авто с горящими фарами. Шахматный таракан. Этого красавца считают самым милым из представителей тараканей армии. Контрастная черно-белая краска чем-то напоминает облик хищной жужелицы, стреляющей в своих обидчиков жидкостью с резким запахом. Это сходство служит таракану своеобразной защитой. На его родине, в Индии, у него есть враги, поэтому днем насекомое прячется под камнями, корнями деревьев, а ночью занимается поисками пропитания. А другой таракан, Блоберус кранифер, имеет довольно странный вид и носит интригующее название «мертвая голова». Тараканы-рекордсмены. Есть среди тараканообразных свои рекордсмены. Самым большим считается мадагаскарский шипящий таракан. Данный вид тараканов по праву называют гигантским, что наглядно демонстрирует фотографии. Желто-коричневые особи, способные вырасти до 10 сантиметров, поражают не только внушительными размерами, но и своими неожиданными повадками. Тараканы этой разновидности способны издавать угрожающие шипения. На самом деле ничего необычного в этом звуке нет. Это своеобразный мощный выдох. В момент опасности брюшко насекомого сокращается, резко выдавливая воздух через дыхательное отверстие. На потенциальных врагов, а также на менее удачливых соперников в брачных играх, подобное выражение мужественности действует эффективно. Отстаивая право на самку и территорию, тараканы устраивают настоящие бои, в результате которых кто-то вполне может оказаться без лапки или без усика. Это самый тяжелый вид тараканов. Австралийский роющий таракан-носорог. В размерах он может уступить своему африканскому родственнику, а вот в массе ему нет равных. Некоторые экземпляры весили 37 граммов. Эта величина сравнима с весом среднего воробья. Насекомое, как следует из названия, способно прорывать в земле туннели длиною до метра. Данному виду тараканов принадлежит еще один рекорд. Носороги являются долгожителями среди насекомых. Они живут до 10 лет. А вот американскому таракану нет равных в скорости. Ученые посчитали, что лишь за одну секунду этот спринтер может преодолеть расстояние в 50 раз превышающее длину его тела. Конечно, достижение это сделано не ради спортивных успехов, а из величайшей трусости насекомого. Только ноги могут спасти его от врагов. У представителей разных видов тараканов есть крылья. Правда, пользоваться ими почти никто не умеет. Слабые попытки полететь или, скорее, планировать проявляются крайне редко, в исключительных случаях. Но в Латинской Америке водится таракан мегалоблата лангипенис, имеющий полноценные большие крылья. Особи из данного вида можно по праву назвать единственными летающими тараканами. Когда насекомое разворачивает крылья, оно становится поистине огромным, достигая 20 сантиметров ширину. Вот как видите, тараканы бывают разные. Кто-то не может от них избавиться, а кто-то их специально разводит. Спасибо, что досмотрели этот немного противный выпуск до конца. Если ненавидите тараканов, ставьте лайк. Если хотите, чтобы у вас их было много-много-много, ставьте дизлайк. Также не забудьте подписаться на канал. Всем желаю удачи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok